Приветствую вас, Мария Николаевна. Я думаю, что мои коллеги вам уже некоторые сказали, если не сказали, то скажу я. Мне показалось довольно странным находиться с человеком в отношениях и чувствую благодарность к нему. Более того, если вы изначально в отношениях с ним вступили, потому что он вам очень помог и нашим родителям, то получается, что вы как бы подарили ему себя знак благодарности за его помощь, а он, получается, как бы принял этот удар. Это немножко неравноправные отношения, которые изначально вашу ценность, ну, делают как бы ниже его, да? Вот, и это вот, знаете, как вот напоминает немножко такой уже достаточно старый обычай, как когда откупались людьми, да? То есть нужно откупиться от кого-то, вот откупались там своими детьми, например. Вот, и родители тебя так же откупили с вами. Ну, понятно, что все это было в более такой цивилизованной форме, но чисто внешне выглядит несколько странно. Когда я тут читал, у меня прям покоробало на самом деле. Вот. То есть здесь изначально, как бы, ваша ценность, она ниже ценности, не ценности, ниже мишины, причем мне показалось здесь какое-то чувство горливости с вашей стороны, ну, могу ошибаться здесь. Вот. Тоже, как-то вот нужно, надо бы посмотреть происхождение этого, вот этого элемента поведения, да? Вот. Ну, вы смотрите на объект людей снизу вверх или на каут, все-таки вы смотрите как наравнивать себе, на кого-то, вот смотрите там, сверху вниз и так далее. Вот. То есть. Вот. Это очень важный момент, и в идеале, конечно, надо бы это делать. Это немножко скорректировать, немножко подправить. Вот. Следующий момент. Вы пишите первые серьезные отношения. Опять же, несколько, ну, для меня несколько непонятно, странно выглядит то, что факт серьезности этих отношений и факт того, что они, что это первые серьезные отношения, влияет на ваше поведение в отношениях. Что такое отношения? Отношения по большому счету форма. И все. И серьезные ли они, не серьезные ли они, просто, ну, указывая, как бы, свое понимание о серьезности, да? Вот. Вне зависимости от того, серьезные ли они или не серьезные, на мой взгляд, они могут закончиться хоть завтра. Вот это то, на что вам нужно обратить внимание. Что какими бы отношениями ни были, они могут закончиться, хоть завтра. И это нормально. То есть, абсолютно нормально, что отношения закончатся, могут закончиться завтра уже. Они не закончатся сегодня, а может быть, но они могут закончиться завтра. Они не закончатся завтра, может быть, они закончатся после завтра. И вот в такой парадике, мне кажется, более реалистично находиться. Жизнь же здесь, ну как бы, жить вот настоящим контактом с человеком. Вы же говорите про серьёзные отношения как на что-то, на что вы хотите опереться. Где-то вы опираетесь на себя, где-то вы опираетесь на другого человека. Но другой человек, естественно, это чувствует и если он это чувствует, то он как бы ведёт себя соответствующе, как минимум. Следующее, на что я хочу обратить ваше внимание. Интересно, я не очень понял, что между вами общего, но мне кажется, что выстраивание контакта, да, ну, выстраивание контакта, взаимодействие с человеком, вот это определённый процесс. И этому процессу нужно не то, чтобы прямо уделять внимание, прямо вот делать его центром своей активности, но как бы изначально процесс взаимодействия между людьми, вот, что протекает из истории знакомства, кстати говоря, вот, процесс взаимодействия, он как бы складывает сам собой. Вот. Понимаете? То есть, ну, представьте себе, если мы с вами, например, встречаемся в кафе в каком-нибудь, да, и вот возникает такая ситуация, что, допустим, вы начинаете что-то говорить, а у меня в этот момент, там, допустим, да, приходит смс, когда я вам, там, какое-то вот событие неприятное, или наоборот, очень приятное происходит со мной, я вам на эмоции, на эмоции как-то начинаю говорить об этом, перебивая вас и, соответственно, не давая вам договорить. Вот. Если вы воспринимаете это окей, вот, то это первый звоночек, это не значит, что я буду все время вас пробивать, не значит, что я буду все время, как бы, ну, не прислушиваться к вам, но это звоночек, это даже не звоночек, это просто момент, из которого каждый из нас может сделать свой вывод. Если в следующий раз подобное произойдет, это уже будет приобретать характер тенденции, это будет приобретать характер закрепления, понимаете? И вот в вашем поведении, в вашем, точнее, взаимодействии что-то пошло таким образом и идет таким образом, что вы как будто догоняющие, что вы как будто бы догоняющие своего молодого человека, как будто вы умоляющие и упрашивающие его, как будто вы хуже него и вот вы за него цепляетесь. Мне кажется, эта позиция, она, ну, состоит из многих частей, из многих элементов. Эта позиция состоит из того, как бы, насколько интересна вам жизнь ваша, и из ваших, из наполненности вас, вашими собственными жизненными смыслами, вот. Это протекает из вашей самооценки, это протекает из того, как вы ведете диалог, вот. Это протекает из ваших ценностей, то есть достаточно многокомпонентная система получается по итогу, вот. Но важно, но важно здесь, конечно, немножко другое. Важно здесь то, что. И вот на этом давайте остановимся подробнее. Вот важно то, что вам комфорт. То есть... Что это значит? Примерно следующее. Извините, пожалуйста, за кашель. Что? Вот вы, допустим, не имеете своих целей, ну, к примеру. Эти позиции не имеют права на жизнь. Вот. И, соответственно, всё. Как бы. И быть, вообще, на втором месте после мужа. Или на третьей. К примеру. Эти позиции не имеют права на жизнь. Ну, потому что это может быть выбором человек. Но! В этом, в этом выборе человеку комфортно. То есть, тут соответствующий, как бы, у каждого выбора есть своя оплата. И, принимая, там, решение. Ну, вот. Такое, да. Человек и получает, что она получает, там, больше защищенности, получает, там, больше определенности, то он получает гораздо меньше свободы. С ним не считается. И кого-то это устраивает, а кого-то нет. И вот это плата, это результат вашего выбора. Понимаете, он уже не интеллектуальный. Если своё решение вы можете принять интеллектуально, подумав, о, вот, там, вот, там, не знаю, вот так бы поступила, там, моя мама. Например. Например. То, тут уже не всё так просто. С последствиями, с результатами своих решений мы сталкиваемся не интеллектуально. Мы сталкиваемся на уровне чувств, на уровне более глубоком, часто неосознаваемом. То, что у вас сейчас, вот, есть неудовлетворённость, в силу которой вы обращаетесь на сайт, говорит о том, что вам нужно выправить ваше внутреннее состояние и поведение. Поведение не соответствует. Вот. И здесь очень важный момент в следующем. Меня немножко насторожило, как вы обращаетесь на сайт, вы пишете, что, там, что-то вроде, вы пишете девушке, может быть, тут есть и мужчины. Подскажите, пожалуйста. То есть, как бы, если немножко не тот сайт, то более профильный, более профессиональный сайт, здесь работают психологи и психотерапевты. В разделе медицины есть и психиатры, и врачи других профилей. Вот. Вот. Поэтому, как бы, если вы рассчитываете на совет, вот, вы спрашиваете, как вы поняли, что нужно рассчитаться? Никак. То есть, это Кальни, вот, сам понимает, какого-то универсального способа здесь нет Марии. Другой вопрос, что вы себе не доверяете, вы не слышите себя, не чувствуете себя. И вот задача психотерапевта – вас научить. Задача психотерапевта – чтобы вы начали замечать эти аспекты. Ну, по крайней мере, психотерапевта в той парадигме, которая близка мне. Вот. Для этого нужно вообще, как бы, ну, изучить вас. Для этого нужно исследовать вас. Для этого нужно, чтобы вы сами себя изучили, чтобы вы сами себя исследовали. А делать это можно только в контакте со специалистом. Потому что за специалистом, в обменодействии со специалистом вы создаете такие ситуации, которые в бытовой жизни, в другом, ну, в жизни с другими людьми, да. А они решают, ну, как бы, стандартно, да. То есть, обилии, там, избегания, вот как, например, мужчины уходят. Или, там, на оболёт взрывы какие-то, агрессия, там, и так далее. Ты спасительного, ничего конструктивного. Конструктивного, к сожалению, нет. Вот. Поэтому, эээ, как бы ответ мой будет, он, вот, таким. А, вам, эээ, советы, ээ, советы других людей вам ничего не дадут. Никому, никому, никогда в моей практике жизни советы не помогали. Вот. А если помогали, то это ещё хуже, хуже, чем если бы не помогали. Потому что человек, который, ну, в основном, там, следует советам, он начинает жить не в своей жизни, потому что это, ну, посмотрите, такое вот, знаете, маленькое предательство себя получается, а вот. Мне кажется, эта позиция, ну, как минимум, как минимум, не гуманна по отношению к вам. Вот. А вы почему-то допускаете, что может быть некий универсальный, такой вот, знаете, индикатор, когда О, пора расставаться. Ну, так это бы означало, что люди одинаковые строят отношения тогда. Вот это было бы неверно. Но не соответствовало бы действительности. Последний важный момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, это момент, касающийся общения. Вот вы говорите, что молодому человеку с вами неинтересно. Вот. Я вам верю, что ему неинтересно. Момент какой? Был ли этот интерес изначально, или его не был никогда? Пропадает ли этот интерес в какой-то момент, или нет? Или его изначально нет, опять же? Это можно тоже поисследовать. Вполне вероятно, что вы говорите, вы никак не слушаете себя, никак не следите за контактом с человеком, никак не следите за своим с ним взаимодействием. Вот. И, конечно, здесь интерес у человека пропадает. Вот. Не менее важный момент, видите ли вы реального человека, или видите свой образ этого человека. Что мне показалось вторым. Вот. Для получения общего представления о том, что происходит, я бы порекомендовал сейчас изучить треугольник Карпмана. Вот. Просто для понимания, в каких базисках вы находитесь. А дальше, Мария, на терапию, на терапию, на терапию, разбираться с вами. Вот. Вам нужно разбираться с собой и при помощи терапевта разбираться в себе и как бы вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Надеюсь, что было вам интересно и полезно. Надеюсь, что мой ответ сформулирует у вас, сформирует у вас обратную связь, поделившись которой вы приступите к работе над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...